Всем привет! Прежде чем дальше записывать видео, хочу ответить на вопрос. Один пользователь мне написал, что мол, зачем ты пишешь видео, такое чувство, как будто так нехотяю, что тебя типа заставляют это делать. Нет, просто когда я пишу видео, я пытаюсь, как, всё внимание у меня на клавиши, что нажимать, и поэтому, вспоминая что-то, не забыть, я пытаюсь думать об одном и комментировать. Очень, кстати, это для меня тяжеловато, но если кому-то темп объяснения слишком кажется медленным, есть в ютюбе настройки такие, для ускорения и замедления видео. Прибавляйте, замедляйте, голос будет веселее, радостнее и так далее. Ну, давайте теперь поговорим о настройках. Как настроить горячие клавиши на наши кисти. Жмём, вот нажимаем Brush, левой кнопкой мыши. Так, нажмём на Ctrl-Alt и нажмём, давайте, на нашу кисть, клавишу Builder. Всё, мы на неё нажали и теперь назначим на неё клавишу Ctrl, ну, давайте, Ctrl-D. Вот, уже назначено, жмём Ctrl-D и вот мы переключились на ту кисть, которую мы назначили. Также можно поступать для вот этих вот меню, Move, Preference, Render и так далее. Опять же, жмём Ctrl-Alt, жмём, допустим, на текстуры и назначаем клавишу Ctrl, ну, допустим, T. Теперь, когда мы будем нажимать Ctrl-T, вот у нас будет выхвечиваться панель здесь, нам не надо лазить, нажимать что-то вверху, допустим, вот так вот переключаться. Просто жмём Ctrl-T и вот оно, окно у нас выхвечивается. Мы можем тут быстренько всё назначать. Также мы можем назначить строк, вот эту, также можем Альфу назначить, Ctrl-Alt и всё это. Назначаем на любые клавиши, какие нам удобны. Но назначайте так, чтобы под руку было, чтобы вам не пришлось двумя руками. Допустим, одна буква L будет под правую руку, а Ctrl будет под левую. Жмите так, чтобы одной рукой можно было поблизости всё переключать и мышкой вот так вот работать. Ну, каждому кому как удобно. Всё это назначается, также можем к остальным, к этим функциям тоже так же применять. И теперь, что нужно это дело всё сохранить, потому что, когда вы закроете программу, уже при загрузке не будет этого всё, придётся заново назначать. Жмём preference, жмём конфигурацию и вот этот строк configuration можно нажать или вот здесь вот save UI загрузить можно также конфигурацию. Когда вы её загружаете, вы её вот здесь вот тоже можете сохранять. Вот здесь hotkey вы можете сохранить её как отдельным файлом и потом загружать. И также можете в преференции, в конфигурациях вот здесь вот сохранить уже текущие настройки и также их здесь можно отменить. Ну, всё, в принципе, ничего такого сложного. До свидания, всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...